Что сейчас происходит в Симферополе? Узнаем у нашего коллеги Льва Пархоменко. Лев, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, что происходит рядом с тобой. Да, привет, Никита. Что касается переговоров Анатолия Могилёва, о которых ты так что говорил, по моей информации, Могилёв уже приходил в Совет Министров, пытался вести переговоры, но абсолютно безрезультатно. Ему было заявлено о том, что люди, которые там находятся, в здании Совет Министров, пока двигать требуют. То есть они чего-то ждут, чего не очень понятно. Значит, по тому, что происходило здесь ранним утром, фактически здесь есть одно свидетельское показание человека, который провел ночь, собственно, на ступеньках парламента, и он рассказывает, описывает картину примерно так. Около 4 часов утра приехали два грузовика КамАЗа с людьми, которые выгрузились возле здания, захватили его. То есть они сначала положили на землю людей, которые сидели перед ступеньками, вот те, которые там провели ночь, там, несколько десятков человек, спросили, нет ли здесь татар. Им ответили нет, что здесь русские. Эти люди спросили у них, ну вот, собственно, обычные граждане спросили, а вы кто такие? Они сказали, мы Россия. Вот буквально так он цитирует и говорит, что никак они не уточнили. Русскоязычные они местное население, российские граждане, российские военные. Кто? Вот просто мы Россия и все, точка. Значит, они высадили двери, зашли внутрь, после чего подъехал некий черный микроавтобус большой, из которого они начали выгружать оружие. Причем помогали им в этом, собственно, вот эти обычные и простые граждане, которые оставались ночью у парламента. По словам этого человека, с которым мне удалось поговорить, он сам непосредственно носил какие-то мешки с оружием, причем это были большие кофры, по его словам, по всей видимости, со снайперскими винтовками. И, судя по весу, возможно, с гранатометами. Кто-то из журналистов, которые были на месте и в первые моменты, так скажем, в первый час, видимо, попытались с ними, с захватчиками Верховного Совета поговорить, рассказывают, что, во-первых, поговорить им не удалось, их фактически прогнали светошумовой гранатой, а кроме того, рассказали они, что видели снайпера на одном из балконов Верховного Совета. Примерно аналогичная картина, насколько я понимаю, аналогичные события развивались возле здания Совета Министров, которые здесь неподалеку. Полиция, тем временем, потихоньку расширяет периметр оцепления вокруг здания Верховного Совета. Вот сейчас мы уже, ну, более чем в 100 метрах, наверное, от Верховного Совета. И по-прежнему, в общем, на самом деле, никакой точной информации, никакой информации о том, кто это, что это за люди, откуда они приехали, откуда у них оружие, судя по всему, достаточно современное. Что они хотят, ничего этого не ясно, это сугубо слухи и вот такая непроверенная информация от неких свидетелей. Ну и последние, так скажем, тоже слухи, которые, в общем, здесь все коллеги-журналисты, которые стоят вокруг, подтверждают, в том числе и местные, что на севере от города, в районе Укромки, на севере от Симферополя, стоит некая колонна БТРов, также неизвестного происхождения. Давайте, я так понимаю, что мы можем показать кадр, который появился некоторое время назад в социальных сетях. Видно, что стоит несколько БТРов без опознавательных знаков, двигались они в сторону Симферополя, не очень понятно, остановились они или продолжают свое движение. Как говорят, опять же, служба безопасности Украины, СБУ, что бы это ни было сейчас, в этот момент, так сказать, постреволюционный, пытается выяснить, что это за БТР, откуда они взялись, и как-то их, возможно, остановить. Вот примерно такая сейчас ситуация. Никита. Лев, а скажи, пожалуйста, вот в социальных сетях обсуждается, что вот эти вот люди, захватившие здание Верховного Совета, ну и Совета Министров, соответственно, это, возможно, бойцы Беркута, которые могли приехать в Крым. Вот скажи, пожалуйста, насколько много бойцов Беркута в Крыму, а также появлялись данные о том, что некоторые подразделения Беркута в Крыму отказались, собственно, распускаться и продолжают службу, и насколько, ну вообще, тебе оттуда кажется вот такая версия реалистичной? Мне она кажется абсолютно нереалистичной, потому что вчера это выглядело следующим образом, что, ну, то, что рассказывали здесь местные, что называется, что Беркут вернулся из Киева и фактически забаррикадировался на своей базе, и просто оттуда не выходит. И я видел сам вчера по местному телевидению кадры, что действительно входы на базу Беркута завалены мешками с песком, а вокруг них стоят казаки и различные пророссийские настроенные граждане, которые их как бы защищают от возможных нападений евромайдановцев, примерно так, которых здесь евромайдановцев, в общем, в Крыму и нет более-менее. Это, как говорят местные, 30 человек интеллигенции, так сказать, выступающих за интеграцию с Европой. Вот и весь евромайдан здесь. Вот, поэтому это практически исключено, что это Беркут, потому что действительно он, ну, по крайней мере, еще вчера был в положении таком скорее ущемленном, чем готовым как-то действовать. Ну и к тому же сомневаюсь, что у Беркута есть вооружение вроде снайперских винтовок и гранатометов. Это скорее речь идет уже о полицейском спецназе, а Беркута... Как связь снова немножечко восстановилась. Лев, скажи, пожалуйста, честно говоря, вот немного не слышно было твой ответ на самый первый вопрос. Что будет дальше происходить с переговорами с теми, кто, вот, собственно, забаррикадировался в здании? И что они ответили, вот, по твоей информации во время первых переговоров с Анатолием Могилевым, главой Верховного Совета Крыма? Ответили они, что они пока не будут ни с кем вести переговоры и не будут выдвигать никаких требований. Пока. То есть они чего-то ждут. Чего они ждут, непонятно. Кого они ждут, тоже непонятно. Но, как говорят, Могилев оставил ему свои контакты и ответил. И сказал, что как только вы будете готовы с кем-то говорить, пожалуйста, вы готовы вступить в переговоры. Скажи, пожалуйста, гипотетически, Лев, вот, опять-таки, насколько допускается, обсуждается в Симферополе версия о том, что они ждут какой-то информации, там, контактов, связи, ну, в общем, чего-то из России? Ну, это все сугубо такие предположения, Никита, да, и к тому же...